Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как приучить себя выбирать больше, а не меньше? Я учился в институте, будущая профессия мне поручала. Но из того, чтобы учиться, я часто выбираю в сетсвете или пойду в кафе с друзьями. Также и по деньгам, но из того, чтобы отложить на действительно нужные мне покупки, я не могу удержаться и все трачу на кофе и фастфуд. Ну, давайте сначала посмотрим на ваш вопрос, скажем так, в целом. Про что ваш вопрос? То есть ваш вопрос, он как-то больше про то, чтобы психологи взяли и вас чему-то научили. То есть научили, ну, грубо говоря, как-то жить так, как вы хотите. Да, при том, что хотите вы, ну, совершенно очевидно, да, немножко не того. То есть с друзьями и с фастфудем получается своего рода бунт, протест. Вы говорите, я хочу, чтобы у меня бунта и протеста не было. Я хочу, чтобы у меня было так, как я себе представляю. И хочу, в общем, чтобы все было правильно. Так получается. Ну, по факту это такой прямой, я бы сказал, путь к тому, чтобы... себя, ну, как-то игнорировать. По факту. Вот. По факту получается, что вы себя, как бы, как зажимали, да, так и зажимаете. Вот. Ну, а вообще, я бы сказал, что на мой взгляд, скромный взгляд, вы к себе слишком требовательны. Вот. При том, как бы, ну, при том, что вы себе позволяете делать то, что вам, то, что вам хочется. Но мне кажется, что удовольствие от того, что вы хотите, как таковое, вы не получаете. Мне так показалось, по крайней мере, исходя из того, что вы пишете. То есть, вот, именно удовольствия, на мой взгляд, вы не получаете. То есть, вы не можете расслабиться. Ну, в этом смысле. Хотите при этом, чтобы, вот, у вас было так, как вы себе придумали. На мой, на мой, на мой скромный взгляд, эта позиция ведет в никуда. На мой, на мой взгляд, эта позиция ведет в никуда. Почему? Потому что вы не замечаете, как бы, что у вашего поведения, такого поведения, у такой вашей модели, ну, поведенческой модели, как бы, есть, на мой взгляд, свои, ну, основания, что ли. Вот, то есть, если вы саботируете, грубо, ну, грубо говоря, если вы саботируете, то, что вы делаете, если вы саботируете свои, скажем так, начинания, да, вот, то, вероятнее всего, у этого есть какие-то причины, причины. И наша задача, как психологов, заключается в том, чтобы помочь вам их увидеть, увидеть то, что стоит за такой моделью поведения, скажем так. То есть, иными словами, если вам хочется чего-то, вот, в данном случае вам хочется, там, проводить время с друзьями и так далее, то, ну, вы же понимаете, что это не случайно, не случайно, не случайно вам этого хочется. Значит, вы себе что-то не даете, получается. Вот, но, как бы, на мой взгляд, вы это, как бы, в данном случае стараетесь игнорировать. И стараетесь себя заставлять. Ну, в этом смысле я бы сказал, что, вот, не видел никогда каких-то таких, знаете, успешных проявлений подобного. То есть, я видел, скорее, что человек себя просто таким образом загоняет, вот, в клетку. Поэтому, на мой взгляд, не нужно вам пытаться себя чего-то лишить, на мой взгляд, не нужно вам пытаться себя переделать. Нужно вам просто постараться увидеть, именно постараться увидеть то, чего вы хотите. Опять, куда более, на мой взгляд, ну, было бы для вас полезнее, чем то, что вы делаете, там, условно говоря, по отношению к... Ну, ну, по отношению к себе сейчас. Вот. И сами не успеете увидеть, как ситуация... Начнет выправляться. Выравниваться. Вот. А случилось, ну, понятно, что вы пребываете, вот, в постоянной борьбе. В борьбе, как бы, ну, с самой собой, получается. Вот. Ну, ничего, ничего хорошего. Из этого не выйдет, не выйдет, можете быть уверены. Вот. Но, ведь для человека, для человека, большее, как вы написали, большее не значит лучшее. Вы себе, вероятнее всего, придумали, что это лучшее, да. Ну, это не значит, что для вас это, на самом деле, так. Вот. Отказаться от этого может быть... Страшно. Ну, отказываться не нужно, на мой взгляд. А вот, признать, что вы, вероятнее всего, не такая, какой вы себе представляете, очень даже важно. Вот. Поэтому, ну, мне бы не хотелось, чтобы мы занимались здесь тем, что... Чтобы пытаться вас как-то, вот, переделать, переучивать, да, вот. Мне бы этого не хотелось, я не вижу в этом... чего-то хорошего. Напротив, очень хочется, чтобы вы обрели свободу и были той, кто вы есть. Вот. Помочь... Помочь вам, эээ... Как раз-таки... Услышать, увидеть себя, при том, при том, что... Эээ... Вполне может быть, что... Вам не понравится... Какой... Ну, то, какой... Какой вы... Себя увидите, да. А, вот это вот задача психолога. Как и задачей психолога, в принципе, является... Эээ... Поддержать вас в эту... Эээ... Ну, в это непростое время. То есть, в этом непростом... Эээ... состоянии. Вот. В котором... Ну, в котором вы окажетесь. Эээ... Эээ... Примерно... Так я это... Это вижу. Эээ... Ну, и... Эээ... Конечно, хочется сказать... Эээ... Что... Нет единого рецепта... Эээ... Какого-то, да? Эээ... То есть... Эээ... Вы говорите, как, да? То есть, предполагаешь, что он... Ну, есть вот этот рецепт... Эээ... Эээ... Как... Ну, какая-то... Какая-то формула. Вот. Эээ... Придерживаясь которой, вы... Добьётесь того, что нужно. Нет. Это так не работает. Это так не... Не работает. Нужно... Эээ... Как бы... Смотреть. Нужно... Собрать информацию о вас. Вот. И уже... После этого, я думаю, будет более-менее понятно... Эээ... В каком... Ну, ну... В каком направлении... Эээ... Вот. Можно было бы... Можно было бы двигаться. Эээ... Я бы ответил. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.